Мы пришли людям засвидетельствовать о смерти и воскресении. Я вас смотрю, я вас смотрю всегда, всегда, постоянно. А где вы смотрите? Я подписывал вас на канале, восхитый, что-то, в окор, окрытый окор, да, 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 я подписан на вашем канале. Я только о вас думал, думаю, вот сейчас, может быть, встретимся, и вот... Ну давайте, какие у вас вопросы есть духовные? Пока время есть. Ну знаете, я верю в Бога, ну не открыто верю, а как бы в себе. Это нет, это открытое предательство, такой веры нет. Открыто я не верю, я знаю, что Он есть, Он есть, и Он помогает мне. Вот, где-то о чем-то наказывает, может быть, я плохо раньше что-то делал, потом проходит время, и мне наказывает Господь Бог. Я это осознаю. Понятно, вы смотрите уже, и выводы делаете для себя. Без веры человек ничто, пушинка. А когда верят, Господь его силой наделяет добрые дела делать, благодать его подвигает на подвиги. А неверующий зачем будет делать что-то, и мы не надо это... Он лишь вот этот канал, который есть, вот рулетка-то, здесь одно блудство идет. Я вижу, вижу, я только вот недавно скачал ее, я ее скачал из-за того, что у вас увидел, то что вы начали, как бы, выпуск вот этого вот видео ставить, и поэтому я думаю, дайте, может быть, встречусь. Ну вот, дней через 10, если вы зайдете, то вы увидите сами себя, как мы с вами беседовали. А почему у вас так, это в душе? Вот в душе, курите в душе, а папиросы не трогайте. Знаете, вот курите, к сожалению, курю. Вот. Ну, курю редко, но все равно, вот курю, не знаю, хочу бросить. А не бросить? Хочу, но и так не получается, сатана вот это вот. Да, вот написано, делающий грех, есть раб греха. Но если вас сын, Иисус Христос, освободит, свободны будете. В один день при том. Я знаю, пьяницы за булдыги были, уверовали, и больше до конца жизни в рот ничего не взяли. А в один день, при том, ничего ему, ампулы не вшивали, никакую ракету. Он просто уверовал. Сила Божья его охватила, и он любовью старается отблагодарить Бога, что я твое дитя, это мой храм, я его не буду осквернять. А тело это храм, храм. Там должна воскуряться, как ладан в церкви, так молитва моя. Господи, благодарю Тебя, что мирное время, что мы живем, вот ходим, можем ходить, а есть парализованные лежат. Господи, слава Тебе. Есть люди, родились где-то, у них Библии нету, а у меня Библия есть, я закон знаю. А родился бы в Индии, там где-то, я бы не знал. Вот за все надо Бога благодарить, за все. А вот правда, что надо Господа благодарить не за, вернее, обращаться к Господу не тогда, когда тебе плохо, а когда хорошо. Всегда надо обращаться, и плохо, когда и хорошо. Нет, знаете, а то многие, очень многие, только обращаются тогда, когда у них какая-то беда, когда какая-то проблема. Но надо каждый день, каждое утро, ну всегда, правильно я говорю? Бог, это не палочка-выручалочка. Вот как я хочу, так дай мне это, горшочек, вари кашу. А написано, за все благодарите. Вот есть такой псалтырь, книга в Библии, 118-й псалом, 164-й стих, написано, 7-ми кратно в день, 5 и 2, 7, 7 раз становись на молитву. И на молитву прославляй Бога за Его деяния. Это вот мы 3 святое считаем и 100 поклонов, это один раз. И вот таких вот приходов, молитв, должно быть не меньше 7, не считай утренней, вечерней. У тебя в голове совершенно другие мысли будут, даже разговаривать громко не хочется. Это Бог делает такое. Я в 23 года обратился. Я знал, что Бог есть, но о Христе не считал никогда, я не знал. Слово Библии я слышал, но в руках не держал. Говорят, человеку плохо, а я когда обратился, что плохо-то? Я на корабле работаю, отличное здоровье у меня, учусь в высшем мореходном училище. Мне везде дорога открыта, сила, здоровье, деньги, а в душе пустота. Зачем я живу? Ведь я от матери знал, что нельзя материться, нельзя воровать, нельзя с женщинами дело иметь. Меня Господь от этого сохранил. И вот мне 80 лет, а я не замечаю где-то. Я запоминаю, сам хожу, проповедую. Это Бог сделал так. И тогда я узнал, что Христос умер за меня. Он искупил меня, я себе не принадлежу. Он выкупил меня из рабства. Он приблизил к себе. Это надо ощутить. А не так, я бросил, а потом взял. Зачем бросать, потом подбирать грязную? Так, курю уж дальше. Вот наркотики принимают. Они больше 36 лет не живут. 36 лет и крышка ему. Однако он сосет. Трава полезная. Вот, допустим, они берут табак. А табак мелко измельченный, он нужен для исцеления овещек. Когда у них щасотка, парша появляется. Она насекомых уничтожает. А человек внутрь себя. Ну, выхлопной трубы-то нет на голове. Зачем глотаешь? Притом 12 лет жизни табак отнимает. 12 лет. Риск заболеть туберкулезом или раком легких, кажется, в 8-10 раз больше, чем у некурящего. А некурящий там где-то в той комнате и жил с курящими. Притом ты заранее должен сказать, я пробовал, а не могу. Господу скажи, избавь меня, Господи, от этого дыма. Избавь. Я буду служить тебе, как на полную катушку. Здоровье, чтобы все Богу посвятить. Тогда у вас жизнь будет другая. Вы будете думать о других, как кому помочь. Тот нуждается. А где-то плененые, кого-то пытают. Кто-то сгорает, утопает, кто-то замерзает. Ты на молитве все будешь говорить. Господи, простри к ним руку твою пронзенную. Избавь их от этого. Кто-то умирает. Ему разрезали живот. Рак. Последняя стадия. Ничего не могут сделать. Он умирает в молодых годах. А мы не знаем. Но ты молись. И ты поймешь тогда, что ты нужен на земле. Вот я когда проповедовали, ходили по деревням. Ну, двери бывают, деревья не закрыты. А заходишь. Дома кто есть? Я здесь. Ну, кто бабка лежит одна. Баб, а чего ж ты лежишь-то? Солнце уже высоко. Да чего-то я не могу. А у тебя завтра лучше будет? Да не лучше. А сегодня ты ходила в туалет? Затракала, затракала. Ну, поднимайся. Я к тебе пришел уже. Я тебе весь Божий принес. Я говорю, ты знаешь, где наш президент Путин? А зачем мне это? Я спрашиваю не об этом. Знаешь или нет? Он поехал в Японию. А Япония претендует на острова. Они их не отдают. Покушение может быть. А ты лежишь, ты молись. Ты нужный человек. Ты к Богу зовешь. Иеремия 33, глава 3 стих. Воззови ко мне. Я услышу и отвечу, говорит Господь. Дальше спрашиваю. А у тебя дети-то где? Да они бросили, уехали. А почему тебя с собой не взяли? Почему? У нас в семье 10 детей. Отца руки нету с фронта. Ну, 5 сыновей, 5 дочерей. Это значит, 5 с ног, 5 с детьевьев. Она мать как царица. Где бы мы ни были, мы домой идем, у мамы спрашиваем благословения. Ну, мне ехать на важное дело. Я на колени встал. Мама положила руки. Да Бог благословит, сынок. Я шел на это. Меня таскали по тюрьмам, по психиатрии. Я остался живой. Почему? Материна молитва. Многие люди молились. Я сам молился. Плакал. И новые души следователь обратился, покаялся. Начальник тюрьмы умер по-христиански. С преступником сколько пришло к Богу. Как сейчас пишет один там доктор богословия Бочков Павел. Вот к Игнатию по-разному относятся. Но я их обречаю по поводу, что там деньги, деньги, деньги. Ну, чтобы жили по-христиански-то. Естественно, как Андрей Кураев говорит, все время его долбят. Почему? Я обречаю. Вот сегодня на меня вышел там синицкий какой-то. Я его обречил. Он на Златоуста напал. Я говорю, это самый посчитаемый святой отец. Как вы сможете говорить? Он все извращает и извращает. А сам ничего не делает. Дома сидит. Сидит и подкапывается под всех. Ну, видно, изверченная душа. Зачем? Он на меня напал сегодня утром. Новый ролик выступил. А там к нему присоединяются. И ни один правду не говорит. Все лгут. Придумывают разную-разную сечину. Они не знают, что мне за это награда от Бога будет. Венец. Гнали меня, Господь говорит. Буду гнать и вас. Радуйтесь, веселитесь. Когда ваше имя будут поносить. Чернить. А люди не знают. А был бы я неверующий. Да я ему-то повылазил. Нет. Я встал, помолился, улыбнулся из-за дорог. А он-то думает, сидел, составлял, рвал, врал. А ничего не надо этого. Если бы я был мертвый, меня бы не трогали. Живая рыба течет против течения. Поэтому, видя, что делается, я везде стараюсь быть участником. Говорю, этого нельзя делать. Я писал и президенту, и Брежневу, и Хрущеву, и патриархам, и Пимену, и Алексею Первому Второму. Говорил, какое аховое положение у нас в церкви-то, почему вы ничего не делаете? Почему не участвуйте в том, что в стране около трех миллионов беспризорных детей? А мне Господь позволил создать лагерь. Я один, но у меня сразу помощники. И 45 лет, это больше полжизни, я начальник детского лагеря, православного, единственного в России. Ни одного заболевшего, ни одного отравленного, ни одного утонувшего, ни одного. Если больной ребенок, уезжает совершенно здоровый. Почему? А мы молимся, нормальное питание. Никто никого не обижает. Рано встает. Так? Медицина бессильная, как говорится, без веры. Ну, мне прислали ребенка, девочка высокого роста такая, ну, вся белая, как простынь. У ней рак спинного мозга признали. Это вообще не исцельно. Ну, и куча таблеток. Я говорю, у меня лагерь трудовой. Они, что, куда его с ним ребенком? Мы не предупредили, привезли. Ну, а как мы теперь-то? Я говорю, я если возьму, при одном условии, чтобы таблетки вы выбросили. Так она без таблеток, у ней приступы. Я говорю, собирайте, сидите, не мешайте мне работать. Они тогда начали, ее оставили. Она через неделю, уже у ней краска появилась. Я сказал, на солнце не выходи. Дополнительные я стал давать разведенный на березовом соке мед. Понятно? У меня свои лекарства есть. Есть это? Натурально. Натурально. Своя пасека там у людей где-то есть. И она уже в конце играла в футбол. А ходила хоть два костыля давай. Почему? А мы каждый день молимся. Вот прислали девочку, а у ней вот с почками неладно. Ну, я сделаю небольшую льготу. За час раньше она будет у меня вот то-то, то-то выпивать. Показывает там настой какой. И все это ушло. Надо же не вспоминать. Поехала, надо же и забыла, что у ней болело. Почему? Мы молимся. Мы просим благословения у Бога. Ну, надо с открытой душой, правильно? А то некоторые, большинство ходят в церковь. А почему ходят? Они думают, что они пришли, у них вот это. Надо с открытой душой, правильно? Когда попускает Бог, когда ты идешь с открытой душой. А большинство ходят просто, как вот, я не знаю, помолились. Они думают, что и все. Это неправильно. Угли надо головой собирать, собирают люди, и все. Мы должны этих людей привлечь к Богу, рассказать, образовать кружок по изучению Библии. Вы, если зайдете к нам где-то в скайп, я вам могу скинуть. У нас три раза в неделю, среда, пятница, воскресенье, идут занятия по скайпу. Там 24 человека, больше она. Я не знал, у меня такого нету. А у вас нет? Это что такое скайп? Ну, вот имейте в виду, что у нас идут занятия. Конкретно. Не считаю, что и в церкви еще занятия идут. У нас очень серьезно все. Вот когда в церковь приходит человек, ну что, заплатил квиток? У нас бесплатно. Правильно, да, да. Дальше, второе. А они ему минут 15, ну ты вот как крестишься, он не знает, рукой машет, показали. Ну за 15-то минут что ты скажешь? А у нас подготовка идет 500 часов. 500 часов академических. А я в университетах преподавал, когда студенты там слышали. В милиции я много лет вел занятия. В воинских частях, на фабриках, заводах, везде. Это Бог дал мне такую силу и власть. Они за мной заезжают, на машине, краевой отдел милиции. Краевая милиция, управление милицией не отдел. И там собираются все сотрудники, несколько сот. Они тоже нуждаются. Так начальник там, генерал мне говорит, моя милиция-то стала себя тише вести. Тише. То есть, они власть чувствуют по-другому. А почему? Бог. Мы с Богом. Да. А вот хотел бы у вас еще спросить. А у вас вот Никита был. Никита уехал туда, на Украину к себе? Уехал на Украину. Ну, а вы связь с ним поддерживаете? Ну, иногда так он заходит, переписываемся. По интернету не разговаривали. Но у нас идут занятия, и он на занятиях присутствует. То есть, он в класс молча заходит и молча уходит. Он приехал, когда где-то устроился на работу. Потом что-то с работой не заладилось. Потом у него велосипед украли. Показано ночью, как велосипед, он у него прикован был. Сепочка-то. И как отнимает, и поехали. А тут-то было, и никто не обкрадывал. Тут у нас другие условия. Проезжие могли там что-то стащить? Ну, это я видел, я видел. Это я видел. Я каждый день смотрю вас, каждый вечер я смотрю. Просто я много работаю очень. Сегодня выходной, вот думаю, дайте скачаю. Я вот только-только скачал. Вот вы у меня, наверное, я где-то 20-й примерно. А вы видели, как к нам митрополит приезжал, как служба шла? Воскресенье, прошедшее воскресенье он был. Нет. Богослужение. А вы посмотрите, какая красота. Он там награждал моего брата, протеерея. Я причащался в этот день. И сколько он добрых слов сказал. У нас архиерей тут. Вот мы-то принадлежим к русско-православной зарубежной церкви. Везде связи-то у них нету. А у нас полная связь. Мы признаем, но мы им не подчиняемся. На нас никакие наказания он не может наложить. Потому что мы не в его воинстве находимся. А мы их зовем. Польшина проповедь. Условия очень льготные. Мы приезжаем в любом селе. С разных сторон. В каждый дом. И дальше будем говорить им слова. Я 15 минут вы. Но всех людей направляем в храмы Московской Патриархии. Мы к себе не тянем никого. А вот к вам я смотрю, не каждый может приехать. Правильно? Правильно. Договориться надо. Соответствовать нет. Он должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот ты сам думай как. А потом у тебя должны быть средства, силы, чтобы самому построиться, завести живность. Это не каждому дано. Знаете, я тоже многое думаю. Просто я сейчас нахожусь в Москве на заработках. У меня вахта. Сам я из Брянской области. Приехал работать сюда, в Москву. Потому что у нас работы нет. У нас заводы все выкупили, побросали. Выкупили кто-то и просто разорили. И все. Раньше фермы у нас были, и коровы были, и все было. Сейчас у нас этого нет. Один сахарный завод у нас остался. Это в Лопандино. В Камарическом районе, в Брянской области. Только вот у нас этот Лопандино поселок на этом заводе и держится. Если он рухнет сейчас, вот что-то говорят, что будут выкупать его какие-то еще там. Если рухнет, то все. Опять же деревня этого поселка будет... Каранты, каранты. Да. И я просто, понимаете, а в Москве, мне не нравится этот город. Это суета, это люди, и люди плохие очень многие. И, в общем, мне это суета. И разом мне просто такие мысли приходят. Просто куда-нибудь убежать, построить себе домик. И просто как отдельное государство. Не касаться вот этого всего, этого плохого. Просто не могу чего. Но рата... 21 тысяча сел разрушено. А 10 тысяч дышат наладом. Там в один-два человека. Так что есть где развернуться. Но один на пустыре поселиться у вас ничего не будет. Надо повезти электричество, дороги хоть какие-то. Надо знать, куда сбывать продукцию. А один никак. Надо, должны быть товарищи, друзья, родственники. Ну, хотя бы человек 10. Это уже тогда можно село организовать. Надо идти только законным путем. Не самостоятельно землю захватывать. А краевой отдел юстиции зарегистрироваться. Через земельный отдел получить земли. Ну, все бумаги подписать. Сразу налоги они наложат. Ну, надо платить. То есть, если не законно, к тебе приедут, и все твои дома все это бульдозером свернуты. Мы все начали законным путем. И у нас школа государственная уже. Учат ребятишки. Все еще так, но все законно. Учителя получают зарплату государственную. К нам приезжает начальство, с краевой администрацией, местная, милиция. У нас везде хорошие отношения. К нам претензий никаких. Совершенно. А в 27 лет мы уже с нуля начали строить православную деревню. С нуля. На пустыре. Там, где раньше наше было родовое имение. Родовой дом. А там все сгорело, ничего не было. Поэтому с Богом все возможен. А без Бога напрасно, говорит, строящие, если Господь не благословит. Напрасно бодрствует страж, если Господь не охранит. Тебе не узнать, откуда ты из-за куста стрельнут, и ты погиб. А на Бога надо надеяться. Господи. Вот мы ложимся спать. Избавим нас от пожара, от воров и от нечистой силы. Спокойно ложимся, спим. А тут... У меня бабушка в весном всегда обязательно молится. Всегда. Она 26-го года. 26-го года. Вот. 93 года ей. Вот в январе. 18 января было. 93 года. Это про что вы говорите? Бабушка, бабушка. А, бабушка. Да, она тоже православная, христианка, верит в Бога. Ну, тоже не открыто, но всегда, я вот слышу, она постоянно, каждый день, каждый вечер, она молится. И днем встает, рано утром тоже молится, все умывается. Вот. То есть, она мне всегда говорила, вот, Саша, всегда проси Господа Бога о помощи, или вот, всегда благодари за то, что у тебя есть, то, что имеешь. Вот. Вот так. Вот вы, дай, сказали, что там, вот я в душе, и то другое. У меня первый том начинается, у меня студенты задают вопрос. Вот, как вы, это люди-то многие такие. Я в душе верю, а вот сказать, я считаю, вера в душе, это открытое предательство. Предательство. Ничего там нету. Как это в душе, когда у тебя тело? Тело здесь превалирует над душой, надо наоборот сделать. Но ты должен молиться, обиходить тело и окрестно, что вокруг тебя уже все будет другое. Воздвигнуть крест можно. Вот у нас здесь, не пойдешь, крест видать. И занимайся. Будут знать люди, будут приглашать, приехать, рассказать. Мы вот проехали 650 городов. 650, это городов, районных центров. Я подарил свои 38 томов, которые у меня вышли, книги из печати, мои книги лично. Мы проехали 120 тысяч километров. На 35 миллионов подарил, а у меня пенсия минимальная. Сейчас, я в Варнауле. 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. Мне не давали нигде работать. Только во вневедомственной охране, при милиции. Ну, я заработал. За свободные дни. Я строитель профессиональный. Я на велосипеде, гляжу глина, подъезжаю. Вам печку сделать надо? Да. Ну, а тебе молва-то идет. Я делаю, во-первых, в течение одного дня могу две печи сделать. А они вдвоем придут, и целую неделю на одной печи мурыжатся, она не топится. А я людям говорю, в течение года бесплатный ремонт. Цена у меня ниже, и теплее до самого пола. Ребятишки зимой ползают. То есть, я знаю, что, я 40 лет печи делал. Я знаю, я смотрел. Я для Бога это делаю, не для человека только. А сейчас встречаются люди, у нас все еще печь топится. Вот как. Это для Бога ты что делаешь? Вот раньше было как? Человек идет, а другой там работает. Бог в помощь. Бог в помощь. А сегодня он, человек, не понимает. Вот здесь я захожу, маленькие ребятишки, ой, ой, хаттабыч пришел. У них не уважение, не понятие. Невоспитанность, невоспитанность, в первую очередь, родители виноваты во всем. Ну да. Почему это все происходит? Почему этот развад? Потому что, почему в 13-14 лет они рожают? Потому что родители не научают их то, что нельзя, нельзя этого делать. И только после того, как вам будет определенный возраст, когда вы женитесь, после этого только можете заводить семью, какая цепь. А сейчас выпустили, у них эти телефоны, этот разраб, это просто вообще, ну это пропасть, они идут в пропасть и все. Да. Я считаю так. А извините, у меня еще есть вопрос такой. Давай. А вот я, допустим, получаю зарплату, да, я просто недавно только узнал, то, что 10, как это называется? 10 часть ты должен отдавать на дело Божье, на церковь. А кому? Церковь надо отдавать, да? Туда, где вы ходите, где причащаетесь, священнику и отдавайте. Прямо в руку ему отдавайте. В ящик не надо ложить. В ящик это торговлю, это все, Бог выгнал их. Прямо конкретно к священнику подойдите и отдайте. Он скажет, а что это такое? Ты скажи, десятина святая. Но это отдавать только там, где они не торгуют, чтобы они не торговали. Если они не торгуют, вот тогда отдавать. Если торгуют, тогда им не надо. Они машины освещают, ездят по домам, освещают. Тогда уже нет. Тогда это дело сам. Десятину там найди нуждающихся и помоги. Нуждающихся. Ой, знаете, я даже и не знаю церкви такие, где не торгуют. Сейчас я... Вот даже заходишь, свечки, свечки везде продаются. Я не знаю даже такую церковь, чтобы не продавали. Ну, вот у нас не продается. У нас двоеобщина, и у нас нет торговли. Вообще никакой. Ни крещения, ни за что деньги не берутся. Десятина. Все. И все оправдано. Тут и уголь есть, и крышу перекрыли. Все как надо. Я вот, я нахожусь в Барнауле, это дом один такой, может, на всю страну. Когда я освободился, у меня же изъято было много. Я стал с ними судить. С 11 лет шел суд, и я выиграл. Поиску было, 11 миллиардов должны мне были по тем деньгам. Но у них нечем платить, они мне заплатили два домика. дали в центральной части города. В одном мы молимся, организовали все. Тут мэр города не раз приезжал, удивлялся все. И поэтому, когда ты с Богом, забот никакой нет. А как вы думаете? Я говорю, я вообще не думаю. Как думает, вот если война будет, надо запасы делать. Будет война, Бог смотрит. Еще я для мышей буду прятать где-то. Да. Я знаю, как события будут развиваться. Все войны, все столкнутся в Иерусалиме. И еврейский царь будет над всей землей один. Весь мир покорится одному. Еврею. И знаем, еврейская нация разбита на 12 колен. Колено это, от кого потомки пошли. И вот из Ливии, Ливийное колено, священство. Из Иудина колено, пришел Христос. По плоти. А этот придет от колена Дана. Дан. Его звали Дан, того первого человека. И уже тогда было известно, что он придет, и это будет. А что делать тогда? Молиться. Другого нам не дано. Молиться за старей, за начальствующих. Господь допустит, значит, нас выкинут отсюда на мороз. Вот сегодня у нас 37 градусов морозов. Сегодня. 37. У нас 3 градуса. Принято. Ну вот разница какая-то. есть все же. У вас в Брянщин, это там немец был? Войну? Да. Да. В 41-м? Да. Да. У нас очень, мне бабушка рассказывала, очень, не дай бог, кому войну эту. А сейчас вот многие... Вот надо войну, надо войну. Да не дай бог эту войну. Не дай бог, да. Страшнее войны, только плен. Страшнее войны, плен. Это самое ужасное. Вы же были в плену, да? Ну я не был, я никак не мог быть, я с 39-го года. Война закончилась, когда мне было 6 лет. А мы всегда жили в Сибири. А сюда враг не дошел. Сибиряки от Москвы-то отбросили, когда гитер подпер. А как в Сибиряки пришли, как даванули их туда, и 130 километров гнали. Зима. Танки застыли у немцев-то. А как заводить-то? Все застыло. А Сибиряки приехали там и на лыжах, и в полушубках в этих... Сибиряки народ крепкий, очень приветливый. Вот так, когда они уже привыкли к этому. Здесь без открытости, без помощи другому человеку трудно выжить. Но если вопросов нет, будем прощаться. Ну, ладненько. Что я хотел, я узнал. Спасибо большое. Очень рад вас видеть был. Храни вас Господь. Да, слава Богу. Вас как звать? Спасибо вам большое. Звать-то как вас? Александр, Александр. Да помилует Господь Александр и благословит, чтобы сердце твое было отдано Богу. Первая заповедь. Возлюбив Бога, Творца твоего всем умом, всем сердцем, всей душой и всей крепостью. Всем. Спасибо. А ближнего как самого себя. С Богом. Всего доброго. субтитры сделал DimaTorzok.